Друзья, всем привет! Наступила пора ремонтных работ, а это значит, что наступила пора наших мучений. Где взять качественный материал, чтобы потом не жалеть? И, наверное, одним из самых важных моментов является качество ваших окон. В этом ролике я расскажу про компанию Айтер, которая является производителем немецких, а это значит действительно хороших окон. Зачастую при покупке окон мы в первую очередь обращаем внимание на цену, не подозревая о том, что от этого зависит качество и долговечность. Ну или при покупке новой квартиры вы получаете дом с готовыми окнами от застройщика. И, как правило, они не всегда самые лучшие. Существует четыре основных критерий, на которые стоит обратить внимание при выборе окон. И компания Айтер сделала основной упор на эти аспекты. Многие из нас определяют качество окон по тому, как оно сохраняет тепло дома. Но мало кто знает, от чего это зависит. В дешевых окнах обычно ставят дешевые стеклопакеты. И мы сталкиваемся с тем, что зимой окна потеют или, хуже того, в каких-то местах могут начать продувать. От этого дома становится холодно и нам надо все больше денег тратить на отопление. Компания Айтер предлагает несколько вариантов стеклопакетов. Энергосберегающее стекло. Нанесенный слой серебра будет сохранять температуру в доме. То есть все то тепло, которое появляется у вашей комнате, будет отражаться от вашего окна и до 95% будет возвращаться назад. Тем самым мы будем экономить на отоплении. Также есть мультифункциональное окно. Эта функция работает летом, когда в жаркие дни нам приходится весь день пользоваться кондиционером. Наше стекло не пропускает солнечные лучи и тем самым прохлада остается в доме. Сейчас мы вместе с консультантом компании Айтер Зариной проведем небольшой тест. Я так полагаю, у вас три вида стекла. Да, у нас здесь простые стекла, энергосберегающие стекла и мультифункциональные. Вы можете одеть очки, сейчас вам продемонстрируем. Мы сейчас с вами находимся на улице, а лампа это внутри дома тепло. Окей. Так вот вы можете приблизиться и почувствовать разницу, сколько тепла уходит из дома на улицу. Это все выходит на улицу, что ли? Да, через простые стекла вот из дома. Слушайте, ну прям сильно греет. Здесь уже с энергосберегающим стеклом разница между ними уже чувствуется. Прям колоссально тут. Тут можно людей поставить и греть снаружи, а здесь уже, увы, никого не согреешь. Можно будет проверить тепловизором какой здесь градус, насколько идет разница. Слушайте, сразу видно сколько тепла уходит, сколько сберегает. Да, и у нас еще есть третье стекло мультифункциональное. Здесь мы уже представим, что наоборот мы внутри дома находимся, а лампа это у нас солнце. Мультифункциональное стекло, он не пропускает солнечные лучи летом и также зимой тепло не выпускает наружу. Слушайте, ну отлично. За счет этого стекла сразу чувствуется, да. Да, будет прохладно. Вот здесь прям сильно греет, а тут и тут прям все останавливается тепло. Слушайте, ну спасибо большое за проведенный тест, а мы покатим дальше. Следующий аспект является одним из самых важных. Это шумоизоляция. Звуки сигнализации, рев несущихся машин, крики с улиц, стройка, все это очень мешает нам. Внутри профилей должны находиться металлические укрепления. Объясню почему. Если внутри металла нет, то пластик со временем начинает прогибаться и деформироваться. От этого появляются щели. Так вот, открою секрет, в дешевых окнах вообще не ставят металл, чтобы снизить цену. А сейчас мы порежем наше старое окно и посмотрим, что там внутри. В общем, мы порезали старые профиля и, как вы видите, здесь металл шатается, а с этой стороны его вообще не установили. Ну, решили сэкономить. Профиля компании Айтер, как вы видите, сразу все понятно. Металл не шатается, он установлен здесь, здесь и с этой стороны. Сейчас проверим ширину профилей 60 мм и проверим ширину стеклопакета 19 мм. А теперь проверим ширину профилей Айтер 73 мм и ширину стеклопакета. Ширина стеклопакета составляет 40 мм. Ну, в принципе, разница сразу видна. Очень важно еще заметить такую деталь, что металл здесь четко повторяет форму пластика. Тем самым плотно прилегает к нему и это влияет на долговечность. Наши профиля немецкого производства, а это значит, приобретая эти окна, вы можете рассчитывать на истинное европейское качество. К примеру, в этих окнах металл к пластику крепится каждые 20 см, в отличие от некоторых производителей, где металл со временем может расшататься и испортиться. Что ж, друзья, давайте наглядно проверим, есть ли щели у этого окна. Возьмем бумагу и посмотрим, будет ли держать этот пластик эту бумагу. Бумага проходит очень легко, значит, пластик за короткое время уже деформировался и появились щели. Ну, а теперь пришло время проверить окна компании Айтер. Используем тот же тест с бумагой. Открываем окно, бумагу ставим, закрываем. Как вы видите, бумага зафиксировалась очень плотно, значит, никаких щелей нет. Сейчас мы попросили одного из наших людей спуститься вниз и посигналить, чтобы проверить шум за окном. Готов? Давай! Ну, в принципе, звук еще доносится. И с такими щелями это как бы неудивительно. Ну, а теперь проверим звук. Мы также попросили нашего человека выйти на улицу и посигналить. Готов? Давай! Ну, вы все видите, результат налицо. Шумоизоляция идеальная. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это выбор уплотнителя. В нашем случае из материалов здесь только каучук, который в процессе эксплуатации не теряет своих свойств, гибкости и эластичности, в отличие от других производителей. В моих руках сейчас два вида уплотнителя. Один от старого окна, второй от компании Айтер. Резина старого окна сразу чувствуется жесткой. В местах сгиба ломается, это можно судить по белым пятнам. И, скорее всего, этот уплотнитель прослужит вам только один сезон, ведь летом он высохнет, а зимой начнет трескаться, что скажется на вашей теплоизоляции и шумоизоляции. Уплотнитель компании Айтер мягкий, ну, сразу чувствуется, он не ломается. В местах сгиба никаких белых пятен. И, соответственно, прослужит вам в течение долгих лет. От фурнитуры зависит долговечность и комфортное использование вашего окна. Частенько в дешевых окнах цена зависит от наличия некачественной фурнитуры. И со временем это начинает отображаться во многом. Давайте проверим. Ну, к примеру, как закрывается и открывается окно. Слышите? Створки задевают друг друга. Ну и механизм закрывания. Вообще не держит. Ну, а теперь проверим фурнитуру нашего нового окна от компании Айтер. Так, открываем. Створки не ударяются друг об друга. Все очень мягко. Кстати, открывание очень-очень плавно идет. Прикольно. И закрывание сразу проверим. Ну, тут даже близко не оттягивается. Все очень плотно. Часто бывает, когда мы ломаем окно из-за нашей невнимательности, пытаясь сразу открыть его в двух положениях – сверху и сбоку. Наша фурнитура оснащена блокиратором ошибочного действия, поэтому механизм никогда не позволит повернуть ручку в откидном или поворотном режиме. Кстати, наша фурнитура оснащена противовзломными деталями. К примеру, как закрывается обычное окно. Замок заходит за ответную планку. Открою секрет. Многие взломщики при помощи монтировок или других приспособлений приподнимают это окно, чтобы замок вылез из этой ответной планки. В нашем окне ответная планка устанавливается снизу, что исключает возможность приподнять это окно. Плюс ко всему, по вашему желанию и для вашей безопасности вы можете установить эти ответные планки круговую по всему окну. На рынке вы можете встретить огромное количество разных окон, но не все производители обладают эксклюзивными преимуществами. К примеру, пластик. Он у нас двухсторонний. Это делается для того, чтобы не портить фасад здания. К примеру, у вас светлый интерьер, и вам нужно поставить белые окна. Но застройщик запрещает, потому что фасад здания темный. В таких ситуациях мы предлагаем вот такое вот решение. Двухсторонние окна. Очень удобно, вы не портите фасад, а ваш интерьер остается светлым. Также в наличии имеются разные виды стеклопакетов. Пакет из двух стекол, из трех стекол, и из четырех. Чем больше стекол, тем, соответственно, и лучше. По вашему желанию, вы можете заказать себе разные стекла. Тонированные, зеркальные или же рифленые. И в конце хотелось бы напомнить, что на строительном рынке очень много мошенников, непрофессионалов и людей, которые говорят одно, а делают совсем другое. Компания Айтер уже 10 лет на рынке и является обладателем одного из самых больших заводов. Плюс ко всему, у них есть свой шоурум, где вы можете прийти и лично проверить все преимущества этих окон. Я лично считаю, что компания Айтер это надежный выбор. Айтер 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 Субтитры создавал DimaTorzok